Амурская область аграрная. И доказывать это при Амуре уже не надо. Продукция из сои и зерна расходится из нашего региона по разным уголкам России. К слову, Благовещенский элеватор работает на этом рынке уже более ста лет. Как все начиналось и как все менялось? Подробнее об этом агропредприятии в рубрике «Любимый город». В конце 19 века в Благовещенске находилось уже 4 крупнейших предприятия по производству мукомольной промышленности. Самая крупная из них была паровая мельница, которая принадлежала торговому дому Василия Алексеева с сыновьями. Основана она была в 1893 году и считалась самой современной по тем временам в техническом отношении. Машинная система на этой мельнице была заграничной, немецкой и американской. Здесь же на территории предприятия находилась механическая мастерская, лесопильный завод и элеватор. С того времени, к счастью, сохранилось большое количество документов, объявлений из газет, сценниками и перечнем продукции. С некоторыми из таких архивных данных знакомились и сотрудники элеватора. Мол, это их история. Оттуда и такой интерес. Предприятие наше расположено на том месте, которое уже существует и действует в течение 122 лет. Понимаете? Это я вот как бы считаешь и анализировать, и если даже поднимать историю, да, это очень сложно и понять даже умом. А уже в 20 веке на элеваторе произошел ряд событий, которые также прочно вошли в историю. Но, во-первых, первоначальный облик мельницы стал меняться в начале прошлого века. К зданию стали прирастать и другие постройки. В 20-х годах стало известно, что бывшая мельница Алексеевых стала амурским мукомольным трестом. Куда более громкое во всех отношениях событие случилось здесь в 80-е годы – взрыв на предприятии. Бог меня миловал. Я в момент взрыва родила ребеночка и находилась в декретном отпуске. Это было в 80-м году. Да, неправильное хранение, самовозгорание зерна, перевело к взрыву одного от силоса. Взрывоопасную ситуацию здесь теперь уже точно не допустят. Почти на каждом углу напоминание на запрет курения. Да и контроль за этим соответствующий. Ну а в целом за долгие годы работы элеватора в коллективе успели сложить со своей традицией и налажен свой уклад. Сейчас здесь трудится около тысячи человек. В 83-м году пришла в отдел кадров работать. Как все изменилось? Все, конечно, очень изменилось. До неузнаваемости. Построили заводы новые, здания новые. Без новых помещений, зданий и прочих новшеств здесь, конечно, никак. В самом первом историческом здании, где находилась мельница, ремонт также провели. Но вот его первоначальный облик. Изменять здесь вряд ли будут. Все-таки история. Любовь Ломака, Виктор Швецов. Амурская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова